Будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен под Господом. Вот такие утешительные слова получила Каринская Церковь от Верховного Апостола. Много было препятствий, нареканий от тех, которые были близкие, друзья, жили в свое удовольствие, и вдруг человек все это оставил. Карин был один из самых богатейших и самый распутный город в империи. Кто бы дерзнул из сегодняшних проповедников пойти и там начать основывать церковь, проповедовать? Те люди, которые обратились ко Христу, они были в презрении, в уничижении. У них были свои верования. И апостол Павел показывает, что все, что мы делаем, это записывается. Наш потенциал все время перевешивает на правую сторону. Будьте тверды. В другом месте написано, что мы должны быть мягкие. Где? Уступить где-то. В вопросах веры мы должны быть как алмаз. Ни шагу назад. Сказали, верим во Святую Троицу. И не надо доказывать, а как Бог, кто старше, откуда сам Бог взялся. Будьте тверды в своем исповедании. И непоколебимы. Непоколебимость это твердо, глубоко закопанный столб. Колонна. Господь говорит, побеждающего сделаю столбом в храме. Какое обещание. Враг это сразу почувствует. Когда разговариваешь с нечестивыми, имеющими какие-то звания, они приходят надменно. После короткой беседы они все говорят, у вас слишком твердое основание. Крепкий стержень. Вас ничем не шевелишь. А как ты шевелишь? Мы знаем, что все это пройдет. Они начинают нас пугать. А мы про вас знаем, расследовали органы следствия, КГБ. А сестра говорит, вы про меня все не знаете. Я вам сейчас про себя такое расскажу, что вы никогда не читали и не видали. Я последняя блудница. Жена всего мира. И все. И шантаж кончился. Твердое упование. Я прощеная. Я омыто. И Бог меня называет, не почтите это за самонадеянность, голубицею. Он меня уневестил. Такого человека в дом пускать страшно. И вдруг Господь говорит, омыл, убелил тебя, приблизил к себе и нарек дочерью моею. Мы все его дочери. На этом твердом основании держитесь. Мы его сыновья всем. Ухватить за этот стержень. Я верю, что за меня умер Христос. Что бы тебе муж неверующий не говорил, что бы соседка не сказала, как бы над тобой родственники не издевались, ты скажи, я знаю и верю, что Иисус любит меня. Я иду к Нему навстречу. И каждый день ближе и ближе вечное спасение. Будьте тверды, непоколебимы и всегда преуспевайте в деле Господнем. Что бы эта твердость закреплялась делом Господнем. День кончился. А что я сделал? Я всегда прошу, пишите дневники на каждый день. Подводите итог. Сами себя. Написано. Исследуйте самих себя. Верили вы. Вникай в себя и в учения. Занимайтесь им постоянно. Все время проверяй себя. Что бы в деле Господнем мы преуспевали. Не просто успех имели, а пре. Выше. Что только доступно. Преуспевающий бизнесмен. То есть быстро деньги взятые сумел приумножить, рассчитаться. Преуспевающий спортсмен. И дальше говорят. Все преуспевающий. Политический деятель. А мы преуспевающие христиане. В деле Господнем. А дело Господнее какое? А Он пришел до созидания Царствия. А Царствия созидается из отдельных душ. Мы опять возвращаемся к делу проповеди. К делу благовестия Евангелия. И сами должны быть живым Евангелем. Чтобы никто не сказал. Ну говоришь, а сам что делаешь? Почему Ев говорит, когда несправедливо. И его упрекали друзья. Позорный упрек выслушал я. Этого нет. Ты все лжешь, как неемия говорит. Это все вы придумываете. Что бы ни говорили, да я и не боюсь этого. Потому что этого нет. Когда на меня клеветали враги, органы власти, я говорю, знаете, когда вы говорите, мне всегда хочется оглянуться. А на кого вы говорите? То ли там кто-то сзади стоит. На меня смотрите, никого там нет. Вы обвиняете дьявола, а он вас научает это говорить. Нет за мной этого ничего. Нет, ни Родину я не предавал. Никакие секреты вооруженных сил не раскрывал. Все это вы лжете. Итак, мы будем тверды, если будем знать, что труд наш не тщетин пред Господом. Тщетин, значит, напрасен. Я вот делал человеку добро. Я помогал ему. Я прописал его здесь. Бесплатно. А он поднялся и клевещет на каждом углу, помосит. Меня тот агитарным волком называет. Труд этот не тщетин. Я-то для него старался. Я принял. Я оказал тебе честь. За моим столом ты многократно сидел. Я у тебя ни разу не был. Я что мог, все сделал. Все знания, талант раскрывал. Старался. Ну, больше я не мог. Но я ничего не сокрыл, чтобы знал и тебе не сказал. А он взялся врагом, сейчас помосит. Труд этот не тщетин. Это пред Господом. Не перед людьми, не перед знакомыми, не перед церковью. Пред Господом. Вот где труд нет. Перед людьми, да, тщетин. Ты делал, старался, дом покупал, а он сгорел. И свои деньги-то пропали. Не пропали. Я делал не перед людьми, а перед Господом. Труд-то не тщетин перед Богом. Перед людьми, да. Старался, воспитывал. Сына его раз взяли, в Чечне убили. 18 лет ты старался. Ты учил, он послушный был, а там над ним издевались, издевались. И потом убили. Нечетин труд перед Господом. Ты христианина отправил на небо. Он не принял присягу. Он не взял оружие. Он трудился для Бога. Я решил посмотреть, как Слово Божие вот это преуспеяние наше рассматривает. Где мы в своей жизни можем увидеть его? Почему? Евангелист Лука говорит так, 2 глава, 52 стих. Иисус преуспевал, маленький когда был, в возрасте и в любви у Бога или у людей. Я не мог до конца понять, как можно преуспевать в возрасте. В любви понятно, что он самый любимый был. Всегда угождал Богородице, матери своей. И преуспевал в этом. Но как в возрасте преуспевать? Видимо, смысл заложен в том, что для своего возраста он необычайно был развитый. У него разговоры все были о духовном, об отце. И он говорит, раз вы не знаете, когда они его искали 12-летним, что я должен быть в том, что принадлежит отцу моему. А у нас ребенок только выскочил, и уже он с любым негодяем сходится. У нас дети верующих христиан в лагере были. И привезут совершенно неверующих. И эти дети мгновенно с этими негодяями сходятся. Сразу же вслепляются. Другой к ним не подойдет. Они как будто их ждали. И подождать надо было еще немножко. Может еще более бы злой приехал. Сразу же вслепляются, разговаривают, ходят. Никогда друг друга не знали. И общего ничего у них нету. Грес вслепляет людей. Как они, говорят, нашли друг друга? Да никак. Два блудника сошлись и все. Подобное притягивается подобным. Преуспевать это слово нет в Ветхом Завете. Почему? Я ответить тоже не могу. Видимо, преуспеяние, которое было в Ветхом Завете, чтобы жить в достатке, Бог обещает многочадие, на войне будешь одержать поражение, оно на Завете потеряло истинное значение. Это было прообразом победы над врагом, над дьяволом, над грехом. Умножение чья от дети рождаются. Преуспевал человек всех поставить на ноги. Касается духовного обращения. Я родил вас проповедью, благовестием. И поэтому это слово неприменимо к тому, что плотское. Когда говорят преуспевающий бизнесмен, нет. Если он настоящий бизнесмен, если настоящий он одновременно христианин, он не может быть преуспевающим среди тех, которые в Бога не верят. Потому что он половину менее раздал, кого обидел четверо, он все раздавать будет. Я был в Америке и узнал, что из всей эмиграции, а это около, может, пяти, даже семи миллионов, только один миллионер был. И он вскоре разорился. И в последнее время, когда он чувствовал, что дела все ухудшаются, он пришел где-то в ресторане, сидит и думает о чем-то. И в это время пришел туда епископ со священником. Что их туда занесло, когда написано канон, что не должны священнослужители быть в корчме, но по нужде можно. И они сели, и он сразу увидел их и подошел. Отцы, а кто вы такие? Да вот мы такие. А где вы живете? Да где живем? Думаем, вот в Нью-Йорке надо основать сенот, а у нас места-то нету. А купить маленькие. Людей много приезжает. А я русский человек. Фамилия моя там Семенюков. А вы не слышали? Да нет. У меня дело совсем плохо идет. Но деньги-то у меня еще есть. Вы не примете от меня дар какой? Да у меня дом здесь купленный трехэтажный, большой. Я подпишу вам сейчас. Жена против, но она не имеет власти над этим-то. Да что-то я и не домогаю, сегодня уже второй день. И он нам подписал. Сенот там и находится, и на дверях, на ограде написано. Такой-то пожертвовал. Он окончательно разорился. Но подпоследок он так стукнул дверью дьявола по лбу, что он отлетел от него. Он вошел в историю. Он преуспевающий по-настоящему бизнесмен. Вот я такого прямо, я его не видел. Но мне они все рассказывают, сколько комнат, этажей, двор, заезжают, со всего мира люди приезжают. Это он просто одним разным рощерком перевел, говорит, на нас, и вскоре он то ли умер, то ли куда ушел. Чтобы мы преуспевали в деле Господнем, преуспевали в возрасте. В возрасте. То есть ты недавно обратился, и уже видно, что действительно человек духовный постоянно углубляется в Слово Божие. Проходит какое время? Два-три года. Да я еще младенец. Три года младенец. О чем ты говоришь? Да судя по возрасту, вам надлежит учителями быть, а вас кормить нужно снова молоком. Три года. Я не скажу, что я преуспевающий, но Библию я прочитал на одном дыхании. Ровно через три месяца, там, не полно четыре, я уже стоял за кафедрой и проповедовал, зная Священное Писание. А как проповедовать? Ну я уверовал в 17 вечера, а в 19, я говорю, кораблик подошел к большому кораблю, я только перешагнул через борт и начал свидетельствовать. Почему? Я не мог удержаться, оно внутри меня пылало. Как так? Есть жизнь, и жизнь какая? Даром дает Бог. Притом не по грехам, но это все мгновенно ухватил. А далее уже будет преуспевание, преуспеяние или нет, Бог будет судить. Но надо в возрасте преуспевание это иметь, преуспеяние. Ты только доверься Богу. Ты не трать ни одной минуты. Кто ни во что ставит малое, подумаешь, поехал, там, пять литров лишнего бензина ушег, ну, подумаешь, там, день потерял где-то. Кто ни во что ставит малое, мало-помалу обеднеет, Писание говорит, без одной копейки рубля не бывает. Ты все протеряешь. Поэтому дома поставь, получать ни одной минуты, чтобы зря не пропадало. Из угла в угол не слоняйтесь. В холодильнику, телевизору, треугольник замкнутый. Встал, поглядал, помолил, помолился, по завтрашкам, все, свободная минута с собой. Пошел какие-то выписки сделал, картоночки положил, крупно написал. Запоминай, не смотри на свой возраст. Преуспеяние священописанием. Преуспеяние сказать. Кому сказать? Как? Я приехал, у меня много голубей. Вот сделали с братом Михаилом, приезжал, еще не брат был Сергей, и их никто не тревожит. Они расплодились, как взрыв. Они до пяти выводков за лето могут сделать. От пары десять голубей может прибавиться. Но они у меня расплодились. Что делать? Я дал объявление, газета из рук в руки называется бесплатным, я отдам голубей. Нихого нет, нигде, но я уже довел до нужного количества. А сегодня звонят один, второй, третий, что я им буду говорить? Я им начинаю говорить, движимый другим голубям. Я им влагаю другую мысль, где мы занятия ведем, где ты, что. Так-то бы я не знал, и чувствую по голосу, голубятники все люди хорошие. Злой человек не может голубей держать, свию может держать собаку, голубей ни один злой не держит. Я там, гадете, писали, болтай себе. Я по голосу слышу. Сегодня говорит один, и вижу, человек нехороший как будто. Я говорю, а где вы держите голос? Я не держу, да я для других такой голос. Один-то, который не голубятник, и по голосу сразу отличаешь. А те такие мягкие люди, я начинаю говорить о голубях, они уже полетели мыслями, уже гусей гоняют. Преуспевайте в своем деле. Вот это плохо, как будто бы. А на самом деле через это Бог меня вывел на каких-то новых людей. И может быть, крылья голубиная кого-то загонят еще ближе сюда. И я только сейчас начинаю понимать, как, а мне надо умел брать Никита. А ты дай объявление. Я позвонил голубятникам, никому не нужны. Что же в этом Господь хочет сказать-то? Я теперь вижу, что ты не идешь, сидишь, трутням здесь, через голубей полетишь. В третьем послании евангелиста Иоанна, 1 глава, 2 стих говорит так. Хочу, чтобы ты преуспевал во всем, как и преуспевает душа твоя. То есть это желание, чтобы верующие жили хорошо, и все у них было хорошо. А то бывает так, что и верят, и молятся, но в такой бедности находятся, а почему ты не работаешь? И начинает говорить, он все время проводит молитв. Нам нельзя победа на это. Верующие могут работать на нескольких работах, чтобы был достаток платить десятину, поддерживать слабых. Павел говорит, трудитесь своими руками, чтобы мы преуспеяли, как и в духовном деле. Духовные дела, это понятно, божественные. Но и в мирских-то делах, не так, чтобы в огороде все крапивой заросло и ограда упала. Проходило и мимо поля ленивого человека, сада, все повалилось. И я вывел для себя, немного полежишь, склажа руки, немного поспишь, и как вооруженный воин придет нужда твоя. Какое это преуспеяние? Чтобы все у нас было хорошо. Особенно чистота. Она денег не стоит. Пощаще убирайтесь, где можно. Радуйтесь чистоте. Христианин не может быть заросший в грязи и перепрыгивать через какие-то колдобоины. У нас, видите, как никто не зайдет, приятно посмотреть. Ни пылинки нет. Один квадратный метр, три уборщицы. В послании Галатам 1.14 апостол Павел говорит такие нам слова, что в то время, когда я был неверующим, я преуспевал в своем иудействии более многих моих сверстников. Вот оно, возрастание в возрасте. Я читал про двух девушек, они 11, а второй 13 лет, закончили уже школу. Теперь им по 18 лет закончили университет, и второй университет уже учится. А простые девчата, кажется, близнецы даже, им Бог открывает это. А почему верующим не открывает это, не могут правильно школу окончить? Я говорю, что учиться нужно не меньше, как на отлично, не меньше, как на золотой медалью. Таких навстречу Бог будет посылать тебе и людей. Надо очень стараться. Вы не смотрите, что мы верующие должны просто абы как. Нет. У христианина все должно быть на уровне. Все по высшей шкале держите. Поднимайте планку выше и выше. Забивайте, чтобы внучаты, дети, все учились хорошо, имели хорошие специальности, могли кормить себя и уделять нуждающимся. Этот навык трудиться, он сгодится ему. Отучили трудиться, отучили молиться. Это вместе идет. И Павел говорит, я преуспевал. Где? В гонении. И Анзаталут говорит так, если не распаханная земля плодоносит, к примеру, как в Потеряйке, крапива бурно растет. Понятно, что если распахать, то там будет все, как в нашем огородчике, это одна крапива была, мы ее повыдрали, все в огороде и растет. Земля плодоносная, а Салманщак, пока не распаханная, ничего нету, две былинки, а распашешь, только пыль соленая полетит. Даже если человек не верующий был, а бы какой, никакой, то и он обратится к Богу, ничего великого не дождешься. А тот был гонитель, вырывал все перед собой, но и обратился, дел-то сколько сделал. Так что в детях развивайте энергию, как говорит, азарт жизни, чтобы люди жили красиво, не сонные были, побуждайте к активности. В послании к Колоссянам 2.7 апостол Павел призывает, чтобы люди укреплялись в вере и были научены в ней, и стояли в ней с благодарением, и преуспевали. Это в вере нашей. Ты когда обратился, сколько знал, а сколько сейчас? А какой вопрос не знаешь, все время задавай вопросы. В первом послании в Иисусе 4.1 Апостол Павел говорит, просим и умоляем, чтобы вы, как принял от нас, поступали как должно и стремились угождать Богу более и более, в том преуспевая. Вот научились, как от нас, не как научились от незнающих, научились свечки полить. Я столько раз говорил, три свечки поставьте и хватит. Ну на завтра поставьте пять. Вот не хватило тут еще где поставить. Ну запалят. Да что ты, свечка что ли, думаешь Богу угодить-то? Да одной достаточно свечки, что мы православная, свечка есть. Я ничего не могу сделать. А бредовеца. Не успевает свечи ткать. Полят и полят их тоннами как будто. Я уже батюшке говорил, это нужно нам. Ну поставь свечку, ну на праздник там, перед архиереем, там уж семь запали. Так поставил три свечки, святая троица, и хватит тебе. К чему столько-то, когда у нас там печка горит, смотри какие ваты над нами-то. Не для света, не для чего Богу, Бог это все знает. Мы просто поддерживаем, как показываем другим, что да, мы православные, свечки у нас чисто восковые. Одна свечка, она лучше докажет еще, чем больше-то вы ходите вокруг них, до людей отвлекаете. Я сколько раз говорил, не жгите много свечей, экономьте больше, на дело Божие. В первом послании писал Никисен 4.10. Павел говорит, о братолюбии вы знаете, как поступать, чтобы более и более преуспевать в этом. В братолюбии, оказывается, преуспевать. Смотрите, как слово нам раскрывает, какие области, где мы должны рваться вперед в братолюбии, какую честь оказать. Первым, предвосхищайтесь. Как в трамвае, кто первый соскочит? Разные люди, один встал, а другой голову опернул, в окно он ничего не видит. Он видит только там, а что в вагоне не видит. Он видит, что там, чтобы не встать. А мы даже первое заметили и в подчтительности предупреждают друг друга. В первом послании Тимофею 6.11. Павел говорит так, ты же человек Божий, преуспевай. И показывает все. И убегай. В одном деле преуспевай, перечисляй добрые дела, а в том, убегай от того. Если от сребролюбия не отойдешь, милосердие не научишься. И при том, не просто принять, а преуспевать. Стоит план, когда к выше ее всегда бери. Да, нам положено десятина. Поставь себе десятина, это обязательно. А в деле Божьем нет ограничения. Кто щедро сеет, тот щедро пожнет. Кое в чем себя сократить. Дело Божие, оно стоять не будет. Я не буду жертвовать, я не буду помогать нуждающимся. Бог найдет из другого источника. Больше прольет еще. Второе послание Тимофея 2.16. Непокоривые люди и пустословы будут встречаться тебе, Тимофей, ты удаляйся от таковых. Ибо они еще и более и более будут преуспевать в нечестии. Есть такие люди, которые не просто творят грех, а с ненасытимостью. Научите своих детей и внуков обходить их подальше. Вот он такой шутник. Вот он рассказывает анекдоты. То есть он не просто, а он утопляет ближнего своего. Все слушайте его. Чтобы никакое общение не ходили с людьми. На работе побыл, отработал, развернулся домой. Это можно дни рождения с ними справлять. Да я с ним работал. Ну мало что работал. Они преуспевают во зле. Ни постов, ничего не соблюдают. Зачем они тебе нужны? Ты знай свою дорогу домой, да в храм. Во втором послании Тимофея Павел учит его. Третья глава, 13 стих. Злые люди и обманщики будут преуспевать, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Таких преуспевающих мы видим. Как они быстро разбогатели, олигархи воруют. Так написано. А ты с них возьми пример. Если он на зло, пренебрегая законами, так устремляется, то как нужно устремляться к закону Божию? И ты все время утешаешься и говоришь, что время коротко. Вот он там такой-то, уже арестован, уже в тюрьму его отвезли, олигарх. Ну его выпустят. Ясно, что сидеть не будет эти восемь лет там. Но все-таки ему тоже какое-то вразумление. В первом послании Коринфянам 15.10 Павел, вспоминая о своей прошлой жизни, сравнивая с настоящей, говорит, благодать его была на мне несчетной, но я более всех их потрудился. Теперь уже сравнивает с новой жизнью апостолы Петр и Павел сравнил. Не бойтесь себя сравнить. Мы должны сравнить и общине. Такая община по Кровский собору. Можно сказать, наша община более преуспевает в благовестии, нежели они. Они нигде не ходят. Наши люди ходят. Мы ведем занятия, а они не ведут. Мы прямо свидетельствуем о Боге. У нас насписи на стенах, а у них нет. У нас лежит Библия на аналоге. Они никогда этого не позволят сделать. Наша община преуспевает в деле Господнем. Филиппийцам 2.16 Содержа слово жизни, похвале моей День Христов, что я нещетно подвязался и нещетно трудился. Если вы будете исполнять то, что я вам говорю, эти слова я могу сказать тебе. Я их из недели я это старался все. Выбирал, переживал, думал, молился. Я молюсь, Господи, дай мне слово. Что сказать вам? И сразу же, Господи, дай им мудрости не спать хотя бы. Слушать, сердца открыть и помоги им это исполнить. Что толку, что я говорю, что я буду сеять на асфальт? В первом послании писал Никистан апостол Павел говорит так, памятую. «Посему я говорю, не терпя боли послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш». Вот для чего можно посылать кого-то куда-то поехать. Когда видишь, когда люди колеблются, с нехорошими людьми входят в какие-то отношения. Павел говорит, я знаю сегодняшнее чтение, что труд наш не тщетин перед Богом. Я же решил посмотреть, а в каком случаях тщетин. При успевании рассмотрели, а тщета где бывает, когда нехорошие сотоварищи, подружки старые, болтаете много, по соседкам ходите, разговариваете, телевизор смотрите, по телефону звоню, звоню полчаса, нет, а что? Да я разговаривал, а что можно говорить? Я говорю, вы что то ли по телефону молитвослов считаете друг другу, ну полчаса, да ведь молитвослов меньше, да я говорил, а что? Да она вроде бы утешения не стала. Да какое же это утешение? Утеши одна минута и уже утешил ее. За это время-то, а если бы платить за телефон? Полчаса. Мало того, бывает больше даже, и не могу пробиться. С одним человеком разговариваю, да, ну ладно, вы чего уж тут за нами следите-то? Павел говорит так, и мы должны поверить в это. Во второй книге Павел говорит так, будьте, будет непоколебим дом твой. О чем здесь речь идет? Апостол Павел говорит так, чтобы мы не поколебались, преуспевали в деле, были непоколебимо твердо. Я решил посмотреть, а в чем это непоколебимость. Непоколебимость в обетованиях Божьих, которые Бог дал Давиду. Давид молился дом построить, ответа нет. И в это время сразу ответ Божий пошел на другую сторону, на пророка Нафана. Полглавы Бог с ним разговаривает, проверил, нет ошибки, нигде не прерывается никто, он молча слушает, и Бог дает ему обетование. Иди и скажи рабу моему Давиду, и далее, что дом его будет стоять. И мы знаем, из дома Давидова пришел наш спаситель Иисус Христос. Неколебимость его, веры Давыдовой, привлекла милость Божия на дом Давыдов, и пришел Иисус, сын Давыдов. Пророк Исаия 33, 20 говорит так, Иерусалим жилище мирное, непоколебимой сенью саделая его, из толпы его не исторгнулся, и верю, веревка его не порвется. За что? За верность Богу Иегове. Творцу своему. А почему, при чем тут веревки? Ну, люди, когда грешат, говорят, как грех тямит ремнями колесничными. Когда мы делаем добро, мы тоже добро подтягиваем. Веревки везде в жизни применяются, и Бог говорит, ни одна веревка не порвется. Вроде бы натянул, казалось, уже ко мне это дело идет, бац, оборвалось, и все. Мы должны верить не ложным обещаниям Божиим. В первом послании Петра 5.10 говорит, Бог да усовершит дела ваши, да соделает нас непоколебимыми. И 1 Коринфянам 7.37 Кто непоколебимый, тверд, в сердце своем. Оказывается, непоколебимость и твердость в вопросе женитьбы. Не просто так, что пришло время, содрела девушка, скорее ее замуж. Но кто непоколебимо тверд, послужить для Бога и не выходить замуж, как блаженна эта душа, тот выполни это. Кто непоколебимо тверд, колоссинам 1.23 если только пребываете твердый и не поколебитесь в вере и не отпадете от надежды благой, которую Господь дал, которую мы возвещаем всей вселенной. Непоколебимость, твердость, во что мы уверовали. Вы будете встречаться не раз еще с людьми, которые ходят в храм и ничего не знают. И откуда ты это знаешь? А почему ты решил, что это не надо платить деньги там разные сорока устам? А потому что веришь, что за меня Христос умер. И что бы ни сказали, а ты не платишь вот за это, там земелька, там что продают. Нет, я твердо верю, что я сам земля, а Бог меня воскресил и соделал живым. В послании к Евреям 12.27.28 говорится о том, что наша непоколебимость держится на том, что мы уверовали и идем в неколебимое Царство Божие. Временное Царство, державы, союзы рушатся. Вот сегодня это мы можем показать всем и коммунистам, всем, кто по-другому верит, и сказать, а наше Царство неколебимое. Будьте неколебимы в вере, чтобы достичь неколебимого Царства, где нас ждет Иисус Христос. Аминь. Спасибо.